Алексей Михайлович, а вот еще вопрос такой по поводу, известно ли что-либо, известно что-либо о не китайских боевых искусствах на Окинаве, японских или может быть корейских каких-то, или еще каких-либо боевых систем, методик каких-либо на Окинаве. Но безусловно, Япония и Окинава находились в длительной культурной связи. Представьте себе, что первая письменность, которая пришла на Окинаву, это японская письменность. Они писали первые свои тексты Кан, японская, не иероглифика. Потом иероглифика вошла. И знаменитый стихотворный свод окинавского Моро-Сочи, он написан Каной. В области боевых искусств тоже были контакты, в первую очередь с княжеством естественного Сатсума, куда окинавцы выезжали по службе, по торговле. И там имели возможность заниматься боевыми искусствами. У Мотобучоки в одной из книг, он прямо называет мастеров прошлого, которые занимались боевыми искусствами, целый ряд из них практиковали джиген-рюкен-джюцу, это самое известное. Но занимались стрельбой из лука, занимались верховой избой. Наверняка изучали какие-то другие дисциплины. В частности, некоторые стили по джиген-джюцу окинавского, как существует такая версия, были привнесены японцам. И более того, княжество Сатсума находилось в известной оппозиции Сёгунато-Токугава. Это княжество, так называемое, кто-дзама, то есть княжество, которое возникло само по себе, и князь его не был ничем обязан Сёгунато-Токугава, был вынужден только признать своего слетей по отношению к ним. Так вот, на одном из этапов писатсумцы насаждали буквально в боевую подготовку населения, и они настаивали на том, чтобы изучало все поголовное население, бог, технику. И в том числе насаждали некоторые свои техники. В частности, цукен-но-бо, кота, его связывают именно с Сатсумским влиянием. В Удун-ди, да, Мотобу Удун-ди, мы тоже с вами видим целый набор японского оружия. Известно, что дворяне японские тоже широко, дворяне кинавские тоже широко носили японские мечи, которые, скорее всего, владели этими видами оружия. Ну, как-то так.